Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. У нас сегодня тушенка. Ровно один день не было мукбанков. Один день, целый день! Я выложила, конечно же, в ложе, но я заметила в комментариях, что все ждут мукбанки. Даже не знаю, стоит ли снимать дальше влоги, потому что они, если честно, особо не набирают. Вот, но в детстве я обожала просто тушенку. Как же это вкусно! Это тушенка с говядиной. Хочу успокоить всех. Кто будет мне писать, что вот ты кушаешь свинину и так далее. Это говядина, ребят, успокойтесь. Перчик. Также купила вот такие вот маленькие помидорки, консервированные. Ой, какие они вкусные! Прямо так можно их. И давайте сегодня буду отвечать на ваши вопросы, которые вы задали мне в инстаграме. Давно уже я не отвечала. Первый вопрос. Как вы снимаете видео на iCook, кто держит камеру? Не буду скрывать, конечно же, мне мама помогает. Она держит камеру, она что-то подсказывает. То есть, можно сказать, что iCook это наш совместный канал с мамой. Идеи видео, конечно же, придумываю я. То есть, про что мы будем снимать, что мы сегодня будем готовить. Я пробовала просто ставить рядом камеру, но так неудобно. Удобнее, когда оператор снимает прям ту, например, часть, в которой ты работаешь. То есть, канал у нас совместный с мамой. Мама во многом не помогает. И, наверное, без нее я бы не смогла. Уже, кстати, 8000 подписчиков. Я сегодня утром увидела, что 8000. Следующий вопрос. У тебя живот выходит, когда съела очень много еды? Знаю, странный вопрос. Ну, мне кажется, это нормально. Но, сравнивая также с моими подругами, знакомыми, у меня вообще живот как таковой не выходит. Я не знаю, почему. Раньше у меня всегда вот так вот было. Я элементарно наелась. Мне надо было пуговицы расстегнуть. Или живот у меня такой. А потом я похудела на 13 килограмм. И, как бы, это характерной особенности у меня больше нет. Я бы не сказала, что у меня есть живот, и он как-то выходит. Может, это потому, что я одно время качала пресс. Я не знаю, с чем это связано. Но, как таковой такой проблемы у меня нет. Как-то маловато получилось, да, в этот раз. Кем ты работаешь, есть ли у тебя брат и сестра. Я работаю в строительной компании на дому. Я иду, прихожу на работу. Но, в основном, моя работа заключается с компьютером на дому. У меня свободный график. Поэтому это очень удобно. А насчет брата или сестры. Да, у меня есть брат. Он на полтора года старше меня. Приготовила здесь водичку. Ты бы ушла бы от мужа, если бы он сел в тюрьму. Ждала бы. Мне кажется, все зависит от того, по какой статье он сел. Если это изнасилование, например, то нет. Никогда бы не ждала. Если бы, например, он убил и расчленил человека. Закопал где-то. Был серийным маньяком. То нет. Если человек оступился. Там, не знаю, подрался с кем-то. Что-то такое вот произошло. То, конечно же, ждала. Вообще, я считаю, что отношения должны быть такие, как в семье. То есть, семья же нас не бросает, когда у нас какие-то проблемы. Поэтому любимый человек тоже не должен бросать. Не должен, по крайней мере. Я бы ждала обязательно. У тебя есть высшее образование? Сколько хочешь деток? В последнее время я не читала вопросы именно из Инстаграма. Потому что они повторялись. А сейчас вот я вас попросила задать вопросы. Столько здесь интересных. То есть, вопросов, на которые я вообще никогда не отвечала. Если вы хотите, чтобы ваш вопрос прозвучал в следующем моем видео, то обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм. Ссылка будет в инфобоксе. Насчет образования. Да, у меня высшее образование. Я экономист. Специальность у меня менеджмент. Я на самом деле очень рада, что я выбрала именно экономику. Потому что эта сфера мне интересна. И я бы не смогла стать врачом, учительницей. Это не мое. Какая-то работа с бумажками, не знаю, с деньгами. Меня устраивает, мне это интересно. Ничуть не жалея. Если бы опять нужно было поступать в университет, я бы опять же поступила на экономический. А что касается детей, не представляю, что у меня 4 ребенка или 5. Я не хочу. Могу объяснить почему. Потому что потребности с каждым годом возрастают. У детей так же. Я не уверена, что я смогу обеспечить 5 детей. Я думаю, что у меня будет 1 ребенок, потом через, например, 10-15 лет второй. Ну, как бы я так планирую. Даже по годке я думаю, что я не осилю. Вот, я не хочу, чтобы мой ребенок в чем-то нуждался. Я вообще не сторонник какой-то большой семьи. Я, например, считаю, что молодые должны жить отдельно. Обязательно. Так, мне кажется, меньше конфликтов. Все равно, когда вы живете в одном доме, даже если это мать с дочкой, все равно бывают разногласия. Дабы сохранить уважение, мне кажется, молодые должны жить отдельно. Далее. Сколько здесь интересных вопросов. Блин, я каждое видео буду спрашивать вас в инстаграме. Девушка задает вопрос. Если бы ты создала свой бизнес, какой бы он был? Конечно, взгляды на жизнь, мысли меняются. Но я бы очень хотела свой ресторан. Во-первых, потому что я очень люблю еду. Во-вторых, как бы это моя характерная особенность, мне кажется. То есть, я именно фудблогер. Хотя сейчас ресторанов, знаете, очень-очень много. Огромная конкуренция. Я бы хотела свой ресторан не для того, чтобы именно зарабатывать там деньги, а просто, чтобы я знала, что я сижу в своем ресторане. Это же так круто. Даже я Фате говорила. Мы сидели там с ней, что-то мечтали о том, о сем. Я говорю, прикинь, у нас с тобой будет ресторан свой. Ну, на твоих один бизнес, да? Так, мы сидим, мечтаем. Мне кажется, она больше реалист. Она говорит, ну, какой ресторан? Ты вообще о чем? Чего порхаешь? А я обожаю помечтать. Вот мне только повод дайте. Я начинаю мечтать, размышлять перед сном. Во, во, вот так вот будет. Там, не знаю, шторы такие будут. Ну, например, да? Просто к примеру. Вот. Но я, конечно, никогда не озвучиваю. Я считаю, что нужно что-то сделать, потом рассказать всем. Даже элементарно, когда у меня была идея создать канал, я никому не говорила до тех пор, пока я не создала канал. Но я имею в виду там одногруппникам, друзьям и так далее. Я не рассказывала долгое время, что вы знаете, а я хочу тоже создать канал. Ой, помидорки какие вкусные. Моечки маленькие. Это вообще сказка. Честно, я вообще не наелась. Надо было больше брать. Это была одна тушенка. Надо было брать две. Даже водички мне не хочется, потому что я осталась голодная. Ну, ничего, сяду еще этим мукбанг для вас снимать. Что вы думаете на этот счет? Какой бы пример показала бы родным братьям, сестрам, если бы попросили совет? Я считаю, что самый главный совет для любого человека в этой жизни, который я могу дать по своему жизненному опыту 20 лет, я скажу так. Не переставайте трудиться в любой сфере. Если вы поставили перед собой цель и трудитесь, трудитесь, трудитесь и трудитесь, вы все равно в конце увидите результат. Это не только касается блогерства. Например, вы решили построить карьеру, не знаю, в экономике, хотите в какой-то крутой фирме работать, идите учите языки, выучите 3-4 языка в совершенстве, вы с легкостью найдете работу. То есть ни один труд, он не остается незамеченным. Самое главное взять себя в руки, заставить себя работать. Как-то так, на этом будем закругляться. Я ответила на очень малое количество вопросов, я это знаю, но мы это исправим в следующих видео. Я вас всех очень сильно люблю. С вами была Эмили. И всем пока!